вот интересно как мы сразу недалеко от центра и в старинный район попали а то я все хотел съездить так называем так татарский район ну айскую часть чтобы видео снять думаю пока доберешься пока что хорошо вот сегодня вот пошел купил билет на вокзале до саратова и сейчас вот решил прогуляться мыслим немножко поделиться не знаю вот вы как а я например вот есть ходил татарстане на окраине города в такие деревянные дома и там дышалось хорошо воздух другой там вообще атмосфера другая деревянных домах эти старый дома все равно атмосфера хорошие там вот поэтому а вот новые дома строит там радует око до ощущение какие-то знать вот почему кожи что ли чувствуешь вот атмосферу вот даже атмосферу дома вот как эксперимент провести вот завязать глаза и завести какой-то старинный дом новый дом но новый дом по запаху древесном конечно обнаружишь а вот интересно ощущение какие глубокие так и на тайский переулок я вам поведаю что в 97 году будучи проездом на кавказ вот мы в астрахани были и генатаевский район меня познакомили с главным редактором районной газеты казах кстати наш брат вот мы с ним подружились но я за много лет не раз не ездил а зря у меня уже друг был бы там я тогда не ощущал притягательности астрахани мне казалось зашатный городишко простить астраханцы не разглядел я это как люди простите за сравнение допустим девушка сначала кажется невзрачная потом женится думаю на какое-то я сокровище чуть было не прошел мимо между ними мимо эту сокровище тоже самые города едешь думаешь первый взгляд такой ну такой заштатный город ничего особенно с людьми мало общался может быть люди в советское время даже еще лучше были но и сейчас неплохие в общем-то отзывчивые приветливые так что вот пока к счастью к астраханцам претензий нету независимо от национальности а там были несколько церберов это сидели при входе как будто я шпион иностранный какой-то приехал сюда блин и вот то выше чем заведение не пускают как будто у тебя паспорт гражданин российской федерации у них это государственное учреждение и они значит без соизволения высокого начальства ректора там кстати нету сняли его вот прежнего и все шагу боятся ступить я дам уже извините позволить себе сказать пошутить они может быть и в туалет боятся ходить без решения может быть и в туалет боятся ходить как это нет же начальство поэтому и до сих пор на терпит но что за отношение пришел журналист там везде камеры стоят человек пришел поснимал об нельзя снимать без решения почему посмотрите опять обычай что ли такое да смотрите удивительно кстати обычай первый раз я вижу вот ну вот а в некоторых местах нормально не артачились допустили ягура а где где написано повести вход запрещен посторонним на основании федерального закона такого-то российской федерации нас вам федеральный закон так вот запрещен вход что вы какие-то вы думаете законы всякие значит тихие негласные если этот закон основывается на федеральных каких-то законах так возьмите и это напишите со ссылкой на такой на основании такого закону вот решением ректора нельзя нельзя значит посторонним лицам значит посещать высшую чем заведение еще припишите это наша частная собственность мол вот ради хохмы это что за отношение приехал за журналист журналист документы предъявляет прибыл он легально все пожалуйста документы паспорт гражданина российской федерации и на фоне общего скажем так доброго отношения жители астрахани вот поведение вот этих простите церберов выглядит просто знаете дико нельзя нельзя человек откуда ехал специально просто чтобы мусор забрали но аналогичная ситуация на рынках было вот здесь яблочкова улица там где-то пересекать за какой другой улице и там они целый знаете гвалт устроили нельзя нас снимать вы не имеете права слушайте им надо идти куда-то в юристы что ли они все законы знают его нельзя снимать нас я говорю вы находитесь в общественном месте это я иду по улице допустим и где-то нахожусь в магазине меня вот снимайте я ничего не могу сделать чё там разве извините раскудахтались я говорю вызывайте полицию давайте я закон знаю что значит нельзя снимать и шоу частная лавочка в это это я понимаю частные там жилье какое-то да я не имею права входить во двор вот я не имею праве заходить и снимать без решения хозяина это частный лавочку простите вот вот собак согласиться со мной витя лает вот а тут на рынке я не могу а потом я говорю если есть людям что скрывать они будут всегда конечно орать вот и действительно иду я на рыбный базар улыбающиеся лица кстати татары большинство оказались они не знают у меня славянской внешности хотя у татар то большинство такая же внешность и ничего никто не орет не снимайте наш улыбается машет руками посмотрите татар cinema international астрахани рыбный базар или что такое посмотрите почему вот такое отношение вот я например снаружи могу снимать да внутри я вот так вот если у меня есть техник такая внутри не имею право снимать это уже все частные территории человека снаружи пожалуйста какое-то беззаконие творится откуда из носа выковыряют какое-то правило и все чем на всем демонстрирует как будто знатоки закона сошлитесь на закон кричите я же например говорю что я имею право значит на основании такого-то и меня закон защищает как журналиста не блогера журналиста про блогеров ничего не сказано так вы тоже скажите на основании такого-то федерального закона значит вы не имеете право нас без нашего разрешения вести съемки я понимаю когда касается детей там малолетних там некоторые утверждают что нельзя дескать вот но этот еще ваку закон конечно разные имеет толкование но это тема отдельный разговор так вот а в целом жители города очень приветливые едешь ли в общественном транспорте они видят что ты нервничаешь и тут же их охотно идут на помощь подсказывают правда иногда бывает я и на ярмарку собирался на ярмарку в этот самый 3 протока и большие сады оттуда значит пытаюсь спрашиваю где как сесть один так другой так повели меня по улице потом он женой идет казахи кажется ругались там потом муж оказался прав жена не точно не сообщил информацию он на нее накинулся но я не стал его жену защищать даже на словах она погорячилась о смотрите благодатная земля астраханский край даже камыши здесь растут как хулиган вот смотрите вот единственная из астраханцев неприветливые такие лают так если вам не надоело моя болтовня третья часть пожалуйста смотрите а пока всего доброго